Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников и производственная компания Добрый Жар. Сегодня я вам покажу рецепт старинного украинского напитка – спотыкач. Спотыкач, как напиток, на мой взгляд, не относится ни к наливкам, ни к настойкам. Его можно отнести в отдельную категорию. Она будет находиться примерно где-то посередине между наливками и ликерами. Принципиальное отличие приготовления спотыкача в том, что при его приготовлении фрукты или ягоды, или фрукты и ягоды подвергаются тепловой обработке, что позволяет размягчить сами фрукты или ягоды, разрушить пектины и дать отделиться соку. Если вы встретили рецепт, в котором нету нагрева ягод или фруктов, то это совсем не спотыкач. Но с другой стороны, я всегда говорил, что каждый автор может называть свой напиток как угодно. Итак, в чем преимущество этого напитка – спотыкач? Оно как раз скрыто в названии. Обычно как происходит застолье? Все выпивают, мысли путаются, язык заплетается, а ноги наоборот, носят пятую точку куда угодно, обычно за приключениями. Тогда же как спотыкач дает обратный эффект. Голова ясная, язык работает как помело, без остановки, а вот ноги не идут, а если идут, то заплетаются одна за другую. С другой стороны, спотыкач – это некрепкий напиток. Его крепость в районе 20-25 градусов. К тому же он сладкий, а поэтому никогда не оставлял равнодушным прекрасную половину. Даю подсказку. Красиво оформленная бутылочка спотыкач, да еще приготовленная своими руками, может стать оригинальным подарком вашей половинки, к какому-нибудь празднику. Давайте же приготовим этот старинный и интересный напиток на основе клубники. Как раз сейчас сезон, у нас уже по 100 рублей за килограмм продают. К слову сказать, этот рецепт универсальный. Вы можете вместо клубники использовать любую другую нежную ягоду или фрукт. Нам потребуется ягоды 1 килограмм. У меня это клубника. Самогон крепостью 40-45 градусов 0,75 литра. Сахар где-то 300-400 грамм. Вот он. И вода пол-литра. Готовится спотыкач очень легко. Все ягоды нужно помыть и перебрать. Отобрать плодоножки, убрать гнилые. Но если они мятые, то пойдут. Укладываем ягоды в кастрюлю. Вот они у меня уже в кастрюлю. Заливаем водой. Вот пол-литра воды. Засыпаем сахаром. У меня здесь 300 грамм. Я засыпаю примерно 150. Половину от объема, что у меня было. Более точно вы можете взвесить на весах, которые продаются у нас в магазине. По ссылке внизу в описании. Такой нюанс. Смотрите. Спотыкач, конечно, это сладкий напиток. Но понятие сладкий, согласитесь, всех разное. Кто-то любит чуть-чуть сладкое, кто-то вообще любит, чтобы язык одному месту прилипал. Поэтому, чтобы не прогадать, особенно когда вы делаете это первый раз, я рекомендую сделать следующее. Сахар засыпьте в половину то, что вы спланировали. Вот я 300 грамм. Соответственно, 150 грамм засыпаете. А затем уже в готовый спотыкач будете добавлять по чуть-чуть оставшийся сахар. И дойдете до той сладости, которая вам оптимальна. Как только наше, по сути, варенье закипело, уменьшаем нагрев и томим полчаса на маленьком огне, непрерывно перемешивая ягоды в сиропе. Ждем, пока ягодки сморщатся, отдадут побольше сока. Все готово. Видите, что ягоды не только сморщились, стали такие вялые, но и отдали свой цвет. Теперь внимание. Прямо в горячий сироп, вот прямо вот сюда, выливаем самогон. Смотрите, выливаю самогон. И накрываю крышкой, чтобы поменьше испарялся. Все, теперь опять доводим до кипения и выключаем огонь. Ждем, пока наш напиток, ну, вернее, пока еще заготовка для напитка остынет. Затем переливаем в банку нужного объема. Здесь у меня где-то литров 5, наверное. И оставляем в темном месте при комнатной температуре. Ждем. Срок настаивания, ну, примерно 10 дней. Лучше 14. После этого наш спотыкач можно процедить, оставьте ягод хорошо отжать. Как будет готово, мы с вами продолжим. Прошло 2 недели. Я отфильтровал спотыкач. Сначала через сито. Выждал в течение часа, пока все течет. Тут идеально поможет маленький пресс. Если его нет, можно залить всю гущу в женский чулок и подвесить. Чулок будет сжиматься, и жидкость станет стекать в емкость под воздействием силы тяжести. Ягоды уже все вываренные, их можно выбросить. В них уже ничего не осталось. Они как из-под компота. Получилось у меня примерно 2 литра ароматного напитка. По вкусу и запаху очень напоминает клубничный компот. Такой тонкий клубничный запах, аромат. Ни капли, вообще ни капли спирта не чувствуется. Даже подозрения на спирт нет. Пьется мягко и легко. Хочется зачерпнуть кружку побольше и наслаждаться. Но помните, спотыкач очень коварен. Это очень интересный напиток. Думаю, женщинам и тем, кто не любит крепкие напитки, придется по вкусу. Очень вкусно, ароматно. Но в то же время соблюдайте меру. Вот таким образом можно приготовить спотыкач из любых ягод или мягких фруктов. Чем я сейчас и займусь. А вы, чтобы не пропустить следующее видео, не забудьте нажать колокольчик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Дмитрий Лафетников и производственная компания Добрый Жар.